Структура задания. Каждый объект Task состоит из набора полей, определяющих состояние задания. В их число входит идентификатор типа IN32, предназначенный только для чтения свойства ID объекта Task, значение типа IN32, представляющее состояние выполнения задания, ссылка на родительское задание, ссылка на объект Task Scheduler, показывающий время создания задания, ссылка на метод обработанного вызова, ссылка на объект, который следует передать в метод обратного вызова. Этот объект доступен через предназначенное только для чтения свойства AsyncState объекта Task. Ссылка на класс ExecutionContext и ссылка на объект ManualResetEventSlim. Кроме того, каждый объект Task имеет ссылку на дополнительное состояние, создаваемое по требованию. Это дополнительное состояние включает в себя объект Cancellation Token в коллекцию объектов Continue with Task, коллекцию объектов Task для дочерних заданий, ставших источником необработанных исключений и прочее в том же духе. За все эти возможности приходится оплатить, так как для хранения каждого состояния требуется выделить место в памяти. Если дополнительные возможности вам не нужны, для более эффективного расходования ресурсов рекомендуем воспользоваться методом ThreadPool QueueUserWorkItem. Класс Task и Task.tResult реализует интерфейс iDisposable, что позволяет после завершения работы с объектом Task вызвать метод Dispose. Пока что этот метод всего лишь закрывает объект ManualResetEventSlim, но можно определить классы, производные от Task и Task.tResult, которые будут выделять свои ресурсы, освобождаемые при помощи переопределенного метода Dispose. Разумеется, разработчики практических никогда не вызывают метод Dispose для объекта Task, они просто позволяют уборщику мусора удалить освободившиеся ресурсы. Как легко заметить, у каждого объекта Task есть поле типа N32, содержащие уникальный идентификатор задания. При создании объекта это поле инициализируется нулем. Перед первым обращением к свойству ID доступно только для чтения в поле заносится значение типа N32, которое и возвращается в качестве результата запроса. Нумерация идентификаторов начинается с единицы и увеличивается на единицу с каждым следующим присвоенным идентификатором. Чтобы заданию был присвоен идентификатор, достаточно открыть объект Task в отладчике Microsoft Visual Studio. Идентификаторы были введены для того, чтобы каждому заданию соответствовал уникальный номер. В Visual Studio идентификаторе можно увидеть в окне параллель Task и параллель Stacks. Но так как присвоение идентификаторов происходит автоматически, практически невозможно понять, какие значения к каким заданиям относятся. Тем не менее, можно обратиться к статическому свойству current ID объекта Task, который возвращает значение типа N32, допускающего присвоение значения null. Н32 с вопросом. Узнать идентификатор кода, отладка которого происходит в данный момент, можно также в окне Visual Studio Watch и IMEDIATE. После этого остается найти это задание в окне параллель Task или параллель Stacks. Если же запросить свойство current ID для задания, которое не выполняется, возвращается null. на какой стадии своего жизненного цикла находится задание, можно при помощи предназначенного только для чтения свойства статус объекта Task. Оно возвращает значение TaskStatus, которое определяется следующим образом. пабликеном TaskStatus флаг, обозначающий состояние задания created. Задание создано в явном виде и может быть запущено вручную. WaitingForActivation Задание создано неявно и запускается автоматически. WaitingToRun Задание запланировано, но еще не запущено. Running Задание выполняется. Задание ждет завершения дочерних заданий, чтобы завершиться. WaitingForChildrenToComplete Возможные окончательные состояния задания RunToComplete Consulate и Faulted Только что созданный объект Task имеет статус created. Позднее, когда задание создано в явном виде и может быть запущено вручную. Позднее, когда задание ставится в очередь на выполнение, его статус меняется на WaitingToRun. Запущенному заданию в потоке присваивается статус Running. Приостановленному заданию, которое ожидает завершения дочерних заданий, соответствует статус WaitingForChildrenToComplete. Полностью завершенное задание имеет одно из трех возможных состояний RunToComplation, Consulate или Faulted. Узнать результат выполнения задания TaskToResult можно через его свойство Result. Если выполнение задачи TaskToResult прерывается, узнать, какое именно необработанное исключение было вброшено, можно через свойство Exception объекта Task. Оно всегда возвращает объект AggregateException, коррекцию которого состоит из необработанных исключений. Для удобства объект Task предоставляет набор предназначенных только для чтения свойств типа Boolean, RunIsConsult, IsFaulted, IsCompleted. Последнее свойство возвращает значение True, если объект Task находится в состоянии RunToCompleted, Consulate или Faulted. Определить, успешно ли выполнено задание, проще всего при помощи вот такого кода IfTaskStatus равна ровно TaskStatus.RunToCompleted Объект Task оказывается в состоянии WaitingForActivation, если он создается при помощи одного из следующих функций ContinueWith, ContinueWhenAll, ContinueWhenAny или FromAsync. Задание, созданное путем конструирования объекта TaskCompletedSource T-Result также оказывается в состоянии WaitingForActivation. Это состояние означает, что планирование задания управляется его собственной инфраструктурой. К примеру, невозможно явным образом запустить объект Task, созданный вызовом функции ContinueWith. Это задание запустится автоматически после завершения предыдущего. Фабрики заданий. Иногда возникает необходимость получить набор объектов Task, находящихся в одном и том же состоянии. Для этого не нужно раз за разом передавать одни и те же параметры, в конструктор каждого задания. Достаточно создать фабрику заданий. TaskFactory, инкапсулирующую нужное состояние. В расстоянии имен System.Sreading.Tasks определены типы TaskFactory и TaskFactory.Result. Оба этих типа являются производными от типа SystemObject, то есть они являются равноранговыми. Для создания группы заданий, не возвращающих значений, конструируется класс TaskFactory. Если же эти задания должны возвращать некое значение, потребуется класс TaskFactory.Result, которому в обобщенном аргументе tResult передается желаемый тип возвращаемого значения. При создании этих классов их конструкторам передаются параметры, TaskFactory, которыми задания должны обладать по умолчанию, а точнее передаются параметры ConstellationToken, TaskSheduler, TaskCreationOptions и TaskContinueOptions, наделяющие задания нужными свойствами. Пример применения класса TaskFactory. TaskParent равно NewTask Стрелочная функция var.cts равно NewConstellationTokenSource var.tf равно NewTaskFactory n32 cts.token taskCreationOptions.attachedToParent taskContinueOptions.executeSynchronously taskSheduler.default Задание создает и запускает три дочерних задания. var.cts.task tf.startnew сам cts.token 10000 tf.startnew сам cts.token . и то же самое на n32 maxValue будет вызвано исключение var.cts.exception вот если дочерние задания становятся источником исключения отменяем все дочерние задания . . . . tf.startnew Option Only Unfaulted. После завершения дочерних заданий получаем максимальное возвращенное значение и передаем его другому заданию для вывода. tf.continue.null.childtasks.completedtask.where t не t.isfaulted и не t.isconsulted.max.t-result. tf.continue.option.execute.synchronously. tf.continue.option.execute.synchronously. После завершения дочерних заданий выводим в том числе и необработанные исключения. parent.continue.vis. p. sac..pt10. текст помещен в string builder и однократно вызван метод console.writeline просто потому, что это задание может выполняться параллельно с предыдущим и нехочем путание в выводимом результате. СтрingBuilder Сбром Нью СтрingBuilder The following exception S Accurate Environment For each var In PException Flatten Inner Exceptions Sb AppendLine Пробел E.getType ToString ConserveLightLine SbToString TaskContinueOptions.onlyUnfaulted Запуск Родительского задания Которое может запускать дочернее Parent.start В этом коде Создается объект TaskFactory При помощи Которого А Нет ВартФ Так TaskFactory ВартФ 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 Используем Допустим Та 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 вот это получается все все дела в таске а потом вот это вот то что создали Apparenty, Continuous, мы называем выпечатываем что-то в консоль а потом останавливаем ой, стартуем это все настроили, понятно еще раз прочитаю в этом коде создается объект TaskFactoryN32, при помощи которого потом создается три объекта Task при этом я хочу, чтобы все объекты Task обладали одним и тем же маркером ConstellationTokenSource, чтобы все они имели одного родителя чтобы для них всех использовался один и тот же заданный по умолчанию планировщик заданий и чтобы все они выполнялись одновременно поэтому из трех объектов Task создаем методом StartNew класс TaskFactory формируется поэтому из трех объектов созданных методом StartNew класса TaskFactory формируется массив а вот тут так 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 у нас а вот тут пробел в арте в арте атак вот это наш т.ф. Данный метод крайне удобен для создания и запуска дочерних заданий. В цикле каждое из дочерних заданий, ставшее источником необработанного исключения, отменяет все остальные запущенные в данный момент задания. Напоследок в классе TaskFactory вызывается метод ContinueWithAll, создающий задание, выполняющееся после завершения всех дочерних заданий. Будучи созданным в классе TaskFactory, это новое задание также считается дочерним и выполняется в синхронном режиме с помощью заданного по умолчанию планировщика. Но так как оно должно выполняться даже после отмены остальных дочерних заданий, его свойство ConstellationToken перепределяется путем введения ему значения ConstellationTokenNone. Это вообще исключает возможность отмены задания. Ну и после того, как обрабатывающие результаты задания завершают свою работу, создается еще одно задание, предназначенное для вывода максимального из возвращаемых дочерними заданиями значения. Примечание. Вызов статических методов ContinueWhenAll и ContinueWhenAny классов TaskFactory и TaskFactory Телезод делает недействительными следующие флаги TaskContinueOption NotOnRunToCompilation NotOnFaulted и NotOnConsolate Игнорируются и такие вспомогательные флаги, как OnlyOnConsolate OnlyOnFaulted OnlyOnRunToCompilation Т.е. методы ContinueWhenAll и ContinueWhenAny запускают следующее задание вне зависимости от того, каким оказывается результат выполнения предыдущего. Планировщики заданий. Задания обладают очень гибкой инфраструктурой, причем не в последнюю очередь благодаря объектам TaskShadler. Именно объект TaskShadler отвечает за выполнение запланированных заданий и выводит информацию о них в отладчике Visual Studio. В FCL существует два производных от TaskShadler типа планировщик заданий в пуле потоков и планировщик заданий контекста синхронизации. По умолчанию все приложения используют первый из них планирующий задания рабочих потоков в пуле. Он подробно рассматривается чуть позже. Для получения ссылки на него используется статическое свойство Default класса TaskShadler. Планировщик заданий контекста синхронизации обычно применяется в приложениях Windows Forms, Windows Presentation Foundation, WPF, Server Lite и Windows Store. Они планируют задания в потоке графического интерфейса приложения, обеспечивая оперативное обновление таких элементов интерфейса, как кнопки, пункты, меню и т.п. Этот планировщик вообще никак не использует пул потоков. Получить на него ссылку можно с помощью статического метода from current synchronization context класса TaskShadler. Следующее простое приложение Windows Forms демонстрирует применение планировщика заданий контекста синхронизации. интервал internal select class my form private redoing task scheduler msync context task scheduler public my form msync context task scheduler равно task scheduler точка from current synchronization context текст равно synchronization context context msync context msync msync context msync n All operating txt msync tsl ch n n n n n n n Some mcts.token, запятая 20000, mcts.token, эти задания использует планировщик контекста синхронизации и выполняются в потоке графического интерфейса. Т.ContinueWithTaskText равно Result, плюс TaskResult, ConsolationTokenOn, TaskContinueOptions.OnlyOnRunToCompilation, запятая mctsyncContextTaskShedler. Т.ContinueWithTaskTextOperationConsolate, ConsolationTokenOn, TaskContinueOptions.OnlyOnConsolate. Тоже передаем текст, TaskShedler. CaptainShedler. Ну просто, а Traduzzle, from Quartz Sink셨 Fest. текст это наш таск не помню дочитал, но в общем operation в консульт, operation в faulted все то же самое, только он faulted и он консульт дальше base, он маус, клик е при щелчке на клиентской области данной формы в потоке пула начинает выполняться вычислительное задание это хорошо, так как означает, что GUI поток не заблокирован и может реагировать на операции с пользовательским интерфейсом при этом исполняемый поток из пула код не должен пытаться обновлять элементы интерфейса в противном случае будет выдано исключение invalid operation exception после завершения задания, связанного с вычислениями начинает выполняться одно из трех следующих за ним заданий все эти задания обрабатываются планировщиком контекста синхронизации причем этот планировщик ставит задания в очередь GUI потока позволяя коду этих заданий успешно обновлять элементы интерфейса обновление подписей на форме осуществляется через унаследованное свойство текста так как вычислительное задание метод сам запускается в потоке пула пользователь может отменить операции при помощи элементов интерфейса в моем примере для отмены операции достаточно щелкнуть на клиентской области формы разумеется при наличии специальных требований к планировщику можно определить собственный класс производный от Task Scheduler Microsoft предлагает множество примеров кода для заданий и различных планировщиков в пакете Parallel экстеншен экстра экстрас который можно загрузить по адресу короче или в ноги в пакете скачать пары эксамплс а это примеры но вряд ли они там сейчас есть там вы найдете в частности следующие планировщики гуглить надо IO Task Scheduler ставит задание в очередь в потоках ввода-вывода пула а не в рабочих потоках limited Concurrency Level Task Scheduler позволяет одновременно выполняться не более чем n заданием dn параметр конструктора order Task Scheduler разрешает выполнение только одного задания за раз данный класс является производом от limited Concurrency Level Task Scheduler и в качестве параметра n ему передается единичка prioritizing Task Scheduler ставит задание в очередь в пуле потоков среды CLR после этого можно вызвать метод prioritizing и указать что задание должно быть обработано раньше всех остальных заданий если это еще не сделано метод деприоритис соответственно позволяет выполнить задание после всех прочих Thread Per Task Scheduler создает и запускает отдельный поток для каждого задания при этом пул потоков не используется